Здравствуйте, меня зовут Таня, и это рубрика Best for Teachers на каналах SkyTeach и Российский учебник. Сегодня мы поговорим еще об одной непростой задаче, с которой сталкиваются многие учителя английского. Как же разговорить школьников на уроке? Дети могут стесняться или лениться говорить по-английски, но если учитель создаст нужную атмосферу, у них просто не будет выхода. Начать следует с себя и постараться как можно чаще использовать английский язык в общении, как с классом, так и с коллегами в присутствии учеников, и не только во время урока, но и на перемене. С ребятами постарше не стесняйтесь инициировать small talk на интересные им темы, например, о недавно вышедшем фильме или о событии в школе. Кстати, это поможет не только задать правильный тон предстоящему уроку, но и научить школьников умением поддерживать непосредственную беседу, что, как известно, является важной частью коммуникативной культуры в англоязычных странах. Полезным будет также ввести четкую систему поощрения, например, систему зеленых и красных карточек или веселых и грустных смайликов, которые каждый ребенок будет получать в конце занятия в зависимости от того, в каком соотношении говорил по-русски и по-английски. По возможности закладывайте время на практику устной речи вне зависимости от темы урока. Бывает, что 45-минутный школьный урок, посвященный изучению сложного грамматического правила, сводится к объяснению материала и его отработке на упражнениях, и на спонтанную речь времени просто не остается. Но ведь цель изучения любого иностранного языка — это возможность использовать его как средство общения. Именно поэтому я бы посоветовала не стараться за один урок объять необъятное, а дробить материал на более подъемные фрагменты и обязательно закладывать хотя бы 7-10 минут на то, чтобы у ребят была возможность употребить изучаемые слова или конструкции в общении друг с другом. Например, после изучения одного из типов conditional sentences можно поиграть в conditional chain. Ученики распределяются в группы по 3-4 человека и по цепочке один за другим создают conditional sentences нужного типа, повторяя конец каждого предыдущего предложения. Например, для отработки второго conditional это могло бы выглядеть примерно так. Стараться говорить с учениками по-английски вовсе не значит, что говорить нужно много. Часто бывает, что детям не удается пообщаться на уроке просто потому, что нет возможности. Большую часть времени говорит учитель. Считается, что оптимальным соотношением teacher talking time и student talking time на занятии является 30 к 70, где 30 принадлежат учителю. Существует несколько эффективных способов сократить наше TTT. Например, продумывать его на этапе планирования урока. Мне, например, очень помогает, если я четко прописываю установки к заданиям, иначе они получаются у меня слишком многословными. Вместо того, чтобы долго и подробно рассказывать сложное правило на английском языке, можно начать с примера, иллюстрации или фрагмента фильма или видео, и дать возможность ученикам попробовать самостоятельно сформулировать правила при помощи наших подсказок. В англоязычной методике такой индуктивный метод обучения языковому материалу называется guided discovery. Наконец, teacher talking time часто набегает, когда мы зачем-то дублируем правильные ответы обучающихся. Алекс, что ты делал вчера? О, ты делал твой работа. Правильно. Я думаю, что почти в каждом классе есть ребенок, который, как только дело доходит до говорения, всеми силами старается остаться незамеченным. И бывает, что единственным способом разговорить его является продуманная организация парной групповой работы. Важно постараться сделать так, чтобы у каждого ребенка была возможность практиковать устную речь с разными собеседниками в разных по составу группах. Существует множество интересных и полезных способов распределить обучающихся в группы, помимо того, чтобы просто попросить их рассчитаться на первый-второй. Например, можно попросить всех выйти в центр класса и в ходе Mingling Activity, обмениваясь друг с другом датами своих дней рождений, самостоятельно выстроиться в шеренгу от 1 января до 31 декабря. Затем уже эту шеренгу можно разбить на двойки, тройки, четверки в зависимости от задания. В данном случае уже сам процесс деления на группы сопровождается активным общением друг с другом на иностранном языке. Наконец, важным инструментом мотивации является обратная связь, которую дети получают от педагогов во время или по завершении занятия. Не стоит останавливать игру или дискуссию ради исправления ошибки, особенно когда ребята активно обмениваются идеями или мнениями. Дождитесь окончания выполнения задания, фиксируя в процессе все, что идет хорошо и над чем еще нужно поработать. А затем дайте обратную связь, которая может быть как групповой, так и адресной. Можно также попросить ребят дать фидбэк друг другу или даже самим себе. На этом у меня все, но еще пятью советами о том, как поставить школьникам разговорную речь, с вами поделится уже в следующий четверг Толе Брагин, методист и преподаватель, ведущий канала SkyTeach. Подписывайтесь на канал SkyTeach и российский учебник, и смотрите самые интересные и полезные видео для учителя английского в рубрике Best for Teachers. Ставьте лайк нашему видео и расскажите о нас своим коллегам. С вами была Таня Гершова.